Энтеровирусы – это кишечный вирус. Их известно более 70 типов. Инфекционные заболевания, вызываемые ими, распространены повсеместно и регистрируются в течение всего года. Но чаще всего люди болеют в период с июня по октябрь. Пострадать может каждый, вне зависимости от пола, возраста и прочих категорий. Однако особая группа риска – дети дошкольного возраста. В настоящее время возможен рост энтеровирусной инфекции, поскольку действительно это связано с порой года, с чижаркой времени года. Многие дети вместе с родителями посещают водоемы. Энтеровирусная инфекция может через воду передаваться, контактно-бытовым путем может передаваться. Дети, соответственно, контактируют друг с другом. И эта инфекция может также воздушно-капельным путем распространяться. Инкубационный период от 2 до 14 дней. Клинические проявления разнообразны, но, как правило, имеется внезапное повышение температуры тела, головная боль, слабость, нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. Клинически она проявляется многообразным, потому что обладает тропностью этот вирус к многим органам и тканям. Наиболее частые признаки – это симптомы гастроэнтерита, то есть у детей может быть жидкий стул, рвота, тошнота, боли в животе, повышение температуры тела, ломота в теле. Также сыпь в последнее время часто возникает у детей, особенностью то, что она возникает на ладонях, на стопах – это сыпь. Мелкая такая визикулярная, часто родители пугаются, будут ее с ветрянкой, оказывается, что это вирусная сыпь. Источник инфекции – больной человек или вирусоноситель. Заражение может произойти как воздушно-капельным путем, так и через пищу, воду и окружающие предметы. Главные факторы – риск употребления немытых овощей и фруктов, а также питьевой воды негарантированного качества. С учетом жаркой погоды, основное внимание в настоящее время надо уделить питьевому режиму, то есть не пить воду со случайных источников, пользуется или бутилированной водой, или водой кипяченой. Кроме этого, выезжая за рубеж, надо тоже уже не экономить на том же питьевом режиме, на продуктах питания, питаться там, где продукты гарантированного качества. Сейчас время арбузов. Арбузы нельзя покупать в разрезанном виде, где-то на обочине дорог, там, где нет условий, чтобы их разрезать чистыми, разделочными элементарем, прежде чем разрезать, их надо вымыть. Ну, а остальные – мыть руки, это тоже надо помнить и после посещения туалета, и перед приготовлением пищи, и особенно, когда мы будем ухаживать за маленьким ребенком. Между тем, поддаваться панике при появлении симптомов не стоит. Да, идти к врачу необходимо, да, придется пройти лечение, но при грамотном и ответственном подходе заболевание протекает без осложнений и заканчивается выздоровлением.